Давно известно, учителя и педагоги профессия бескорыстных людей, но иногда даже чересчур. Это что же такое получается, вопрошает воспитатели детского садика в Старой Руси. Для того, чтобы получить допуск на работу, нужно пройти медосмотр за собственные деньги. И такая ситуация уже не первый год. Алена Сувтина разбирала в сложностях бюджетных процедур. Старая Руси вновь мелькает в заголовках федеральных СМИ. Детский сад, в котором прописан герой сказочной карты России Петрушка, оказался замешан в неприятную, на первый взгляд, историю. В 2016 году воспитатели были вынуждены пройти медицинский осмотр, оплатив его из премии. Конечно, неприятно, но, казалось бы, чего ворошить прошлое. А дело в том, что на носу очередное обследование. И оплачивать его вновь некому. Из года в год повторяется, потому что средства, как защищенная статья, они предусмотрены на медицинские осмотры. И поэтому руководитель решает вопрос различными способами. Против закона не пойдешь. В документах черным по белому прописано, отвечает за ежегодное медицинское исследование педагогов, руководитель. На сегодняшний день у меня 55 сотрудников, которым надо пройти медицинский осмотр. Но на сегодняшний день это где-то в пределах 165 тысяч рублей. На всех 55 человек? А в бюджете пока эти денег все равно нет? А найти надо. Отсутствие ежегодной отметки в медицинских книжках сотрудников дошкольному учреждению грозит приостановкой деятельности. На 90 дней. Куда на эти три месяца пристраивать малышей и чем заниматься педагогом? Эти вопросы, похоже, волнуют только самих воспитателей. Они посидели, подумали и приняли решение. Уже традиционное. Хочешь, не хочешь. Есть деньги, нет деньги. Это жизненно необходимо. В конце концов, даже если мы не пройдем, а детский сад закроют, то мы-то потеряем гораздо больше, чем кто-либо. Впрочем, в такой ситуации не одна золотая рыбка. Изыскивать собственные средства на медицинский осмотр сотрудникам детсадов и школ приходится во всем Старорусском районе. На столе председателя профильного комитета Кипа Бумаг. Это все запросы в самые разные инстанции. С ответом, как под копирку, средств нет. Вспомнив о том, что бюджетниками являются не только педагоги, но и сами врачи, они попытались попросить взаимопомощи. Тоже не получилось. Не мне комментировать. Там есть, наверное, свои какие-то препятствия. И вот наше предложение было не учтено. Письма с просьбой выделить деньги на медосмотры в 2019 году уже тоже разосланы. И в область, и в район. Необходимая сумма – 4,5 миллиона рублей. Найдутся ли эти средства в закредитованном бюджете Старорусского района – вопрос пока открытый. В противном случае история с оплатой медосмотров из кошельков самих же педагогов может повториться. Напомним, средняя заработная плата воспитателей в городе-курорте не превышает 30 тысяч рублей. Из Старой Руссы Алена Сувтина, Галуст Гивандян. Новости. Новгородское областное телевидение.